Добрый день. Если сможете рассказать, почему вы так называетесь, я буду лично вам очень признательна. Я думаю, что у нас будет такая возможность. Спасибо за приглашение. В общем, начнем, наверное. Да, приступим к названию сразу. Наверное, у каждого открывающегося бюро начинается главный вопрос, как его назвать. Нам, конечно же, сразу не понравились идеи разных игр со словами, с приставкой ARCH или что-то с этим связанное. Также не очень подходила по духу история про псевдонимы, не знаю, инициалы, аббревиатуру и прочее. И, подходя к определению этого названия, самое главное для нас было ухватить и одновременно показать, зафиксировать нашу позицию, наше видение и то, чем мы хотели заниматься. В общем-то, это слово, которое максимально расплывчато и значит в разных коннотациях разных философов совершеннейшее ничто, которое само существует и разрушается и создает себя же и исчерпывает. И также это просто некая местность за пределами греческого поля, что нам тоже кажется вполне себе оправданием для любой архитектурной или неархитектурной деятельности. Также, так как там нету приставок, ниарх, ничего, мы не хотим себя ничем ограничивать и вольны делать все, что угодно, что нам просто нравится. Это есть главное, наверное, качество для нас и ценность это свобода. Теперь, как только мы сняли завесу тайны после нашего названия, теперь скажем о том, кто мы. В общем-то, говоря про механику выбора состава или там определенное бюро, помимо ваших прокурных слуг, с нами работают наши выпускники, которым мы преддавали какое-то количество времени. И в целом, говоря о том, с кем можно работать, с кем хочется работать или не хочется, конечно, у каждого по-разному, это индивидуальные вопросы. Но в целом это, наверное, похоже на создание рок-группы, когда каждый через какой-то инструмент и вы джемите, и в общем, если кто-то не лажает или лажает приемлемо, все хорошо, а дальше только может быть лучше. В общем, записываете первый альбом, потом второй, потом третий, и потом, не знаю, вы распадаетесь, но все это часть жизни. Вот, нам, в принципе, около трех лет, но с таким составом классическим Led Zeppelin мы уже полтора года. Вот, можно, в принципе, и дальше рассказать. А есть у вас разница какая-то в функционале? Вот у нас сегодня был доклад, управленец, лидер и делатель. У вас есть разделение обязанностей между четырьмя? Я бы сказал, что нас слишком мало для того, чтобы их действительно разделять, и поэтому в тот или иной момент каждый берет на себя ту или иную роль. Очень здоровые. Это неизбежно. Перед тем, как я чуть подробнее расскажу про этот фрагмент глиняной таблички, который достаточно подробно описывает то, как и над чем мы работаем, я бы хотел описать, наверное, самую главную проблему, с которой мы пытаемся бороться в нашей работе. Это проблема окружающего нас контекста. То, что каждый из нас хочет, чтобы все вокруг было лучше и приятнее. И иногда это какие-то личные соображения, иногда это соображения общественной пользы или чего-то еще. И мы поняли то, что единственным путем, который может нас привести к контексту, в котором нам нравится находиться, это попытаться создавать этот контекст самим. Но понятно, что архитектура — это достаточно долгая и многодельная вещь, как работа с материей любая. И поэтому наша работа достаточно мультидисциплинарна и фрагментарна. Собственно, почему здесь находится фрагмент этой глиняной таблички. На нем изображен план города Нипура второго тысячелетия до нашей эры. И что у него важно — это, в первую очередь, то, что он материален, а во вторую очередь то, что это фрагмент большего. И, видя этот небольшой предмет, мы можем представить себе, додумать и поспекулировать о его окружении, его контексте. Ну, начнем мы с проектов, с первой нашей деятельности, которая, ну, все-таки мы архитекторы. И начнем мы с нашего конкурсного предложения для японского конкурса прошлогоднего, в котором мы выиграли. И… Поближе, да? Окей. Этот конкурс представляет… Ну, это изображение, это ландшафт, несуществующий ландшафт, который состоит из разных фрагментов, каждый из которых представлен планом и перспективным изображением. И именно эта фрагментарность и относительность, и амбивалентность всех этих вещей, она, концептуально, наверное, основополагающая в нашей работе. Следующий проект, в который мы тоже достаточно много вложили усилий, это проект павильона Nike для конкурса Фарки Горького. Ну, конечно же, он не выиграл, но, тем не менее, это было большое удовольствие для нас, потому что это совершенно, несмотря на его кроссовки, это не то, что мы особо любим. Но так же, как в прошлый раз, в прошлом проекте, здесь очень важна ручная работа, потому что время, которое мы тратим на работу над проектом, как правило, мы пытаемся все сделать быстрее, быстрее, быстрее. Заказчик от нас требует жизнь, от нас требует наше желание есть, пить и жить где-то и так далее. Но, тем не менее, очень важно проживание каждого малейшего элемента проекта. И важен контекст, как временной, так и пространственной, и отсылки исторические, и материальные. В любом случае, это было упражнение. Мы с самого начала, конечно же, не думали о том, что мы можем выиграть, и слава богу, что мы его не выиграли, но зато мы хорошенько подумали. Дальше другой проект, который также нас обращает к нашему методу, это проект небольшого дома в Бакуриане, в горах, в Грузии. И мы читаем, что, в принципе, чем медленнее идет работа, тем лучше. Чаще всего людям очень сложно это объяснить, потому что они платят свои деньги, они хотят результаты через определенное количество времени. И мы это тоже прекрасно понимаем, потому что мы тоже хотим получать свои деньги через определенное количество времени. Но, тем не менее, всегда есть возможность это время чуть-чуть растянуть, ради того, чтобы сделать нечто, что нам действительно нравится. С достаточным количеством подробностей, и, опять же, чтобы это было сделано руками. Потому что, когда мы делаем что-то на компьютере, есть определенная часть случайности, доля случайности, и мы можем свалить на компьютер некоторые решения. Но, когда мы делаем что-то руками, нам приходится так или иначе принимать решения. И это большой плюс, как нам кажется. И на этом строится наш подход. Другая важная часть нашей работы. Последние три года было преподавание. Мы преподавали в британской высшей школе дизайна и в Марше. И работая со студентами, мы, опять же, пытались им привить несколько идей, которые проявляются и в нашей практике. Это идеи точности и идеи материальности. Например, слева это чертеж кирпича в масштабе один к одному. После этого студент должен был взять этот кирпич, разрезать его пилой и чертить, и нарисовать его разрез. Потому что большая проблема заключается в том, что наша профессия во многом мозрительна. И молодые люди, которые учатся, я был точно таким же, не всегда понимают, что есть что. Но, опять же, это работа с контекстом, в том числе с городским и общественным контекстом. Это гаражный кооператив. Но это работа первого курса. На втором курсе студенты работают, в общем-то, с тем же самым, но с другой степенью учательности. Это, опять же, работа руками. И самое главное здесь, что мы для себя определили в рамках преподавания, это то, что мы не должны давать людям комплекс демиурга, а мы должны их учиться любить мир вокруг и себя в этом мире. Даже если этот мир очень сильно хочется изменить, но понимание того, что этот мир есть в том виде, в котором он есть, оно очень-очень важно на наш взгляд. Да, следующее это… Да, говоря о демиургах, в общем, мы еще занимаемся маленьким издательством. У нас есть такой проект, который мы делаем уже, наверное, второй, больше двух лет. Мы своими силами, как нам, в принципе, нравится, издаем некий коллаж, который собран из фрагментов. Это опять же отсылка к тому, что нам нравится, когда что-то неполноценное и не исчерпывающее, поэтому у человека есть возможность импортировать и читать, собирать какие-то куски и думать о своем в отрыве от того, что автор пытается тебе сказать. На данный момент было выпущено три номера, и в целом там есть четыре типа материала. Там есть какие-то философские очерки, в том числе и достаточно известных современных теоретиков архитектуры, как Сергей Ситар, например. Там есть технические опыты, которыми занимается наш друг и соавтор Абракс Василий Ситников, который в Стокгольмском техническом институте работает над разработкой опалубки изо льда для отливки бетона. И, в общем, периодически делится с нами своими наработками. Также там есть достаточно странные, обскурные рассказы, поясняющие или, наоборот, запутывающие какие-то наши проекты или мысли. И, в том числе, есть какие-то нарративные исследования, в том числе, сделанные нашими сотрудниками и, в общем, там, друзьями, коллегами, выпускниками и так далее. Вот. И так как, в принципе, мы достаточно свободные люди, то значит, мы можем себя обременять чем угодно, поэтому мы себя еще обременяем исследованиями периодически, потому что всегда есть желание о чем-то подумать и к чему-то прийти. И с последнего мы сейчас в рамках Твилисской архитектурной биеннале занимаемся тем, что исследуем некую архитектуру без архитектора. И вот эта картинка, эта фотография прекрасно описывает, в принципе, что нам нравится и почему мы за это взялись. Здесь какая-то удивительная сценография, которую невозможно спроектировать, невозможно придумать, невозможно планировать и даже невозможно кого-то научить, как так можно проектировать. Потому что, в принципе, здесь все на своих местах и с любых ракурсов это фантастическое какое-то действие. В том числе мы рассматриваем… Можно небольшой комментарий? Просто очень важно то, что это настоящий функционализм, потому что это очень дешево, просто и всем удобно. Но никто из нас так сходу не назовет это функционализмом. И вот мы пытаемся исследовать то, из чего это пространство в действительности состоит и возможно ли это повторить, но не в неестественном виде, а все-таки как-то сделать естественно, но самим. Да, и тут скорее даже вопрос о некой культурной и общей культурной ценности таких пространств, которые насыщают постсоветские города и пространства. И опять же, размышляя о какой-то городской ткани, которую, в принципе, и городской сложно назвать, потому что тут смешение всего, это какой-то дикий бриколаж, но в котором как раз находятся те самые интересные места, объекты и характеры, которые нам кажутся абсолютно спасительными в этой какой-то адской гонке за урбанизацию, девелоперство, за стройку всего и вся. То есть, в принципе, у нас достаточное количество разрухи вокруг, которую, в принципе, можно зафиксировать и полюбить. И, соответственно, какие-то наши исследования, это не просто от нечего делать, это в целом какая-то хорошая задача и упражнение заниматься проектированием через исследование, потому что исследование всегда есть конечный продукт как проект, а проект в свою очередь всегда является исследованием. То есть тут закольцовывается вот эта парадигма того, что все, чем ты занимаешься, это есть проект, а если тебе он нравится и ты любишь этим заниматься, то как бы, значит, ты нашел себя в профессии. И, впрочем, опять же, про ручной труд, про схватывание чего-то, и надеемся, что где-то через месяца полтора что-то из всех этих наблюдений выйдет более комплексное, с чем мы могли бы тоже поделиться. И, наверное, можем на этом откланяться. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Не, 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 не надо откланиваться. У меня два вопроса. А насчет реализации, как у вас стоит дело? У нас в процессе есть… Это не цель? Смотрите, если… Есть проект, над которым мы сейчас работаем, и который в процессе строительства находится. Но мы считаем, что очень важно не… Ну, покуда мы видим в себе силы и чаяния делать что-то за пределами этого, мы это делаем. Но принципиальная реализация на самом деле не является самоцелью. Можно я просто дополню? А ты можешь дополнить или опровергнуть? Да, просто очень острый вопрос, вот когда особенно молодых спрашивают, ну вот как там вообще жить, как клиентов находить. Ну, как бы это всех волнует, ни для кого не секрет, что в принципе всем тяжело и своеобразно вообще у нас и экономика, и контекст. Но в целом говоря про реализацию, ну, мы все, наверное, понимаем, что если ты даже реализовываешь, то лучше реализовывать то, за что тебе не было бы стыдно. Поэтому на самом деле зачастую приходится отказываться от очень многих каких-то случайных сарафанных предложений, заниматься чем угодно, с гарантированной какой-то реализацией, более-менее там с адекватным бюджетом, но просто понимая то, что у тебя не будет ввиду каких-то внешних причин, так как мы все зависимы от разных факторов, то мы стараемся не ввязываться в то, что априори просто не наше, и кто-то вместо нас делает это гораздо лучше, и гораздо точнее попадет в ответ как бы заказчика. Вот, это говоря о том, ну, есть, но это определенно не цель. Ну, не самая главная цель. Интересно, вот у меня такое ощущение, что для вас бюро, создание собственного бюро, это не столько как бы функционирование и практика проектная, ну, вот, в классическом понимании это, скорее, как сообщество единомышленников и формирование некого бренда, да, некого какого-то там единения, которые объединяют определенные эстетические, философские какие-то точки зрения. Это достаточно точно. А мой второй вопрос. Я вижу в ваших проектах такое очень сильное начало, объединяющее вас с бумажной архитектурой. Это осознанно или это просто как бы вот неизбежно, когда ты идешь в архитектуре вот этим методом, исследованием, ручной графикой, у тебя в результате получается продукт, который визуально очень сильно похож на те же проекты, которые делались по тому же принципу. То есть есть здесь связь прямая или это скорее как бы, ну, такой эволюционный, генетический какой-то последовательный? Ну, тут, наверное, есть и то, и то. Есть связь ее достаточно прямая, как вы заметили. Есть связь более косвенная, которая связана с тем, что так как наше бюро действительно это скорее объединение единомышленников, найти близких людей в этом мире очень сложно. Ну, каждый из нас знает, что сложно найти человек, который был бы действительно тебе очень сильно близок и понимал бы тебя очень хорошо. И в этом смысле это скорее вопрос к личности. Ну, вот просто кому-то приятнее рисовать. Кто-то больше любит что-то делать на компьютере, а кто-то обожает макеты и скульптуры. Ну, просто ездить на стройку. Ну, да. А кто-то и то, и то, например. Да. Ну, нам просто нравится. Отлично. Спасибо большое. Большое спасибо вам. Следующее бюро я приглашаю.